всем привет всем добрый день я очищу свои клумбы ведь начала только сейчас почищу вот сюда уже посадила то что я сегодня купила где выкинула эту бумажку вот это посадила так надо так записывать вот сюда я посадила вот это вот травку растения не знаю как она называется дети катаются на велосипедах чтобы потом знать что у меня где вырастет нет но я хотя вот себе тут такие бумажки сделала и название тоже написала что жорочка что ты мой хороший я пришла посмотреть свои йогурты что у меня здесь можно уже в холодильнику битой не видно можно уже в холодильник убирать или нет о девочки смотрите все я убираю в холодильник что и там зацепилась все уже даже смотрите какой уже застывший до обыкновенное молоко свежая между прочим молоко 120 грамм греческого йогурта я положила все разогрела топить нагрела молоко до 50 градусов положила йогурт все перемешала и вот пожалуйста йогурт готов сейчас уберу в холодильник завтра утром будем завтракать всем привет всем доброе утро смотрите у нас сегодня ночью был мороз телефон показывает минус 2 машина вся замерзшая у нас сейчас 15 минут 9 я собралась к врачу не знаю сразу у меня примет или назначат меня время с побрызгаем быстрее отошла я даже на ночь свой климатис вчера закрывала одеялом чтобы не замерзнет у меня там такие хорошие ростки а то у меня каждый год с климатисом как-то не везет он у меня не разрастается хорошо как я бы хотела а так смотрите как у нас сегодня у солнечно сейчас плюс один холодно конечно и сегодня у нас целый день должен быть такой солнечный не там в комментариях писали живем вроде бы недалеко друг от друга а у нас год вчера целый день был было серо у нас сегодня тоже обещает солнышко видите клубника какая замерзшая и им покрытие сабрина но сабрина естественно еще дом смотрите у нас соседи вчера поздно выставили желтые мешки на пластик и у них не забрали в воде с вечера выставил забрали все дома дома володя все сейчас машина отойдет и поедем взяла листочек который записывала с какого я числа записывала там с 25 числа по сегодняшний день посмотрим что он мне скажет так что вам сказать ну короче я еще не попала но в 11 15 у меня будет ночью записали меня на 11 15 она мне говорит вам я сейчас с утра еще такая знаете и мне еще как глаза толком не открываются но не то что что я не выспалась еще у меня всегда глаза слезятся с утра но это каждое утро так она горит и вам горит на будущее выговорит звоните чтобы сюда не ехать яга вы знаете я пробовала вам дозвониться с 8 часа считает 20 минут я звонила но я жил я знала что мне придется ехать поэтому я собиралась но дозвонил звонила я все равно периодически потому что иногда бывает что тебе повезет и ты дозвонишься и получается так что мне надо было ехать в общем в 11 15 приеду еще раз короче сегодня я утром давление смирил ну наверное вы увидели когда я вам показывала 13188 65 но меня штормит знаете меня так штормит на это не мое давление мне нужно чтобы было вот 118 вот это самое никогда же 123 мне уже так себе но я чувствую а вот когда 118 тогда вот ну нормально так ладно ну все теперь поехали домой хлеб я с утра достала я его еще не выпекала потому что сейчас видно похолодало и он не так быстро поднимается иногда надо утром подождать немножко чтобы ну он поднялся а потом в духовку ставить как-то так но я его уже вытащил он у меня уже просто так стоит поэтому многие говорят что ошибка начинающих бекарь начинающих хлебоделов или как там правильно сказать кто начинает хлебушек печь что когда делают все по рецепту это вот у меня было тоже также поначалу когда я делала все по рецепту вот написано было два часа он там должен стоять на подъеме ну значит два часа прошло значит он должен был подняться это не так как с дрожжевым тестом с дрожжевым тестом на все намного проще чем с тестом которое на закваске его нужно смотреть чувствовать когда она поднимается ну со временем я уже это конечно все поняла так он не что-то что-то написал лишь на посмотреть так что время у меня есть еще чтобы хлебушек хорошо поднялся потом буду его выпекать мой завтрак авокадо я люблю есть как говорится без ничего но я попробую конечно потом еще со свежим хлебушком просто у меня еще хлеб стоит на расстойке не выпить без еще не готов а другой я не хочу сейчас так просили чтобы я не забыла вот такая вот присыпка у нас от авокадо ну не от авокадо для авокадо очень и еще вот такая присыпка она по-моему саврина йод для брускетта покупала но тоже очень вкусно я думала у меня еще оранжевая здесь но оранжевая у меня закончилась а розовая у меня нет сказали что еще есть оранжевая и розовая в общем вот такая вот смотрите как она выглядит внутри между прочим вот я вчера я вчера уже один авокадо съела кстати вот вот в этой присыпки соль сильно крупно надо поменьше солить но приправлять потому что здесь такая прям крупная соль вчера мне было прям сильно солено ну и у меня же сленки текут это очень вкусно кстати мне сейчас одна моя подписчица написала таня проверь свою приправу для авокадо там бывает что ползают всякие жучки паучки не знаю я не вижу надо наверно через телефон посмотри девочки ничего там не ползает вроде нет на десерт у меня будет мой йогурт я вчера тоже кстати которую меня было под ноготь смотрите попало приправу вчера я уже съела но попробовала один йогуртик очень нежный очень вкусный девочки я вам сухое молоко совсем не советую добавлять идеально так ну все всем приятного аппетита хотела вам еще вот эту показать приправу видите она такая но она тоже вкусная здесь сухие помидоры сухие томаты просто чувствуется запах сухих томатов а кофе у меня уже больше нет потому что я сегодня уже первый свой кофе выпила я сейчас пью только одно кофе в день в течение дня пью фруктовый чай ну фруктовые чаи любой какой какой первый попадется я приехала в педе смотрите здесь все но вообще-то это уже давно все продают кваски я почему-то не вешаю на свои деревья всякие такие вот яйца не знаю не знаю почему таблички для сада огорода подписывать где что вы посадили у это три штуки аж на патриора на улице хорошие большие горшки тоже стоят патриора не знаю я вообще-то квадратные хотела горшки но там квадратных нет какой тяжелый можем ухода не уронить не не буду одной рукой доставать его кувшинчик водка что такие это солома но не солома а лоза наверное правильно сказать по 455 но они такие можно сказать одноразовые лечки надо посмотреть у нас там с лейками на две лейки было с того года две лейки одна по моему уже ломается надо будет еще много купить так надо мне перчаточки взять это детские да наверно да это взрослые это сильно большие будут по моему день тут вообще размеры написано какие-то и вот все и что ли есть вот такие большие чашки может быть кому-то надо мне не надо я не буду цены смотреть мне неудобно просто так 6 евро такая чашка стоит 6 евро смотрите тортницы такие высокие между прочим удобные когда высокая вот эта крышка так я знаете чтобы хотела мне нужно такой типа как ковшик типа маленькой кастрюлькой но с ручкой здесь такого нет не вижу формы для тортика всякие разные большие маленькие даже смотрите кольца есть по 4 ойра мне кажется я свое кольцо так дорого покупала для тортика какие формы 355 всего стоит сушки хорошие кисушки мне нравится сколько она стоит тоже 3 ойра вытаскивать смотрите салатница похоже на наших как у нас раньше были в союзе у нас были какие-то такие похожие в казахстане так я хотела еще банку большую если здесь есть я же банками теперь болею мне нужно еще ржаную муку в баночку переместить такие как наподобие у меня с этими по их крышечками такими пробковыми нет такой хорошей большой банки чтоб можно было для муки взять еще мне ржаную же надо поместить в такую же тоже это у меня ржаная еще просто так в пакете ржаная тоже в большом количестве это маленькая будет баночка девочки кто-то у меня спрашивал как-то про мою круглую вазу это вот наподобие такая же только поменьше 5 раз стоит между прочим симпатичная ну как симпатичная нормально и есть еще вот такие вот которые такие более плоские девочки смотрите какие зайцы красивые и недорогие 3 1 копейками 4 1 копейками вот эти я имею ввиду большие здесь и конечно подешевле вазы для фруктов в прошлый раз мою которая купила многим понравилось но похоже и в три раза дешевле здесь все равно все стоит всякие разные есть уже какие высокие для шампанского вообще много здесь чего хороший магазин смотрите какие а это пластиковые пластиковые люблю девочки смотрите на вообще обнаглели один киндер ривен одно ойра стоит блин это же дорого ну вот так вот один но все у нас время 11 часов я приехала к врачу в общем девочки я пошла естественно я вам потом расскажу что мне сказал врач но я не думаю что он мне прям сегодня какие-то таблетки выпишет ночью я не знаю посмотрим вам все расскажу потом просто меня очень несколько человек просили одни просили показать какие таблетки мне выпишет врач и других и мне просили чтобы я потом рассказала что же непосредственно мне сказал врач потому что у многих так давление скачет но в общем расскажу вам все я вышла от врача врач мне померил давление у меня давление было 150 на 75 повесили мне прибор для измерения давления на 24 часа но в принципе выписал мне таблетки название таблеток я вам пока не могу сказать потому что но сейчас же рецепты не дают атаку мне множество таблеток называл какие-то он сказал мне могут подойти какие-то не подойти в общем он определился на каких-то но у нас врач такой он так палочка еще проверяет типа что тебе подойдет что-то не подойдет в общем когда в аптеке получил таблетки у нас просто уже таблетка мой хоть бы что я говорю у нас уже просто аптека ну наверное но закрылись у нас уже час времени очень я долго был врачам ну не то что что я долго ждала просто очень долго мы беседовали но не то что мы беседовали я его слушала он мне говорил то да то да то да то что нужно делать пробежались по моим анализом дал он мне не видно дал мне такой план для понижения холестерина сказал через три месяца будем делать повторный анализ проверять все так что он еще сказал витамин d меня витамин d пониженный короче говоря он сказал 20 тысяч единиц витамина d в течение двух недель а потом по одной таблетки в неделю для поддержания этого витамина в общем он сказал сначала нужно нам поднять еще сказал не слушайте никого если вам кто-нибудь будет говорить что это сильно много что это так нельзя и все прочее он сказал нам нужно сначала поднять витамин d а потом его поддерживать в общем две недели по одной таблетки в день и следующую следующую по одной таблетки в неделю так что еще мы в принципе больше ничего результаты ну сегодня я конечно таблетки принимать но он не сказал сегодня таблетки ничего не принимаете меряем давление в течение двадцати четырех часов завтра утром не нужно будет отнести отвести этот аппарат этот аппарат к ним обратно я даже теперь не знаю мне же завтра маникюр я вообще как бы с этим аппаратом них мид герехнет в общем не думала что у меня будет этот аппарат висеть теперь мне нужно разобраться как успею на свой маникюр или не успею или мне нужно будет немножко перенести время но это ладно это не так важно здоровье важнее поэтому разберусь в течение разберусь потом в течение дня ну все теперь поехали домой девочки я еще даже хлеб не выпекала потому что ну вот смотрите я думала что я быстренько к врачу схожу а получилось целых два часа я здесь пробыла ну во первых он мне сказал сейчас будет если есть этот аппарат в наличии то мы сразу его вам круче и повесим спросил у девочек помощницы он они скуну девочка сказал да есть но нам нужно снять показатели потому что сейчас там у кого-то только его сняли но и мне пришлось подождать потом когда мне уже одели этот аппарат нужно было еще посидеть 15 минут чтобы полностью понять правильно ли он подсоединен работает ли он или нет ну чтобы мне зазря еще раз но не ехать прочую если он вдруг не срабатывает люди из соседних деревень до которые редко попадают в нашу деревню и должны были приехать в врачу нам почту какой-то принесли сейчас я возьму вся гая деревня перекопано не знаешь куда ехать как ехать я так говорю да у нас уже вторую неделю такая деревня вся перекопано все пойдемте домой сейчас будем хлебушек выпекать хлебушек в духовке ему еще 28 минут выпекаться я его прикрыла чтобы она меня не подрумянился я пробовала лист сверху делать но не знаю вот так мне тоже удобно девочки смотрите вот эту банку я купила в 3 7 ура она стоила ну крышка вот такая вот конечно нет другая бы крышка больше нравилось вот такая вот ну как вот из пробки но не было такой большой больше банки было так и вообще одна последняя я ее забрала гу хочу это я себе сделал для но сделаю для муки для ржаной но или для какой-нибудь но в принципе там у кого у меня уже по банкам все рассыпано это значит сделать для ржаной муки я ее уже помыла пока муку не насыпаю хочу чтобы хорошо все высохло но володя у нас на диване с телевизором слышите как громко работает телевизор все банка сохнет хлеб припекается что еще купила покажу попозже покажу нужно сделать сначала красиво потом покажу всего испекся хлебушек горячий еще очень горячий только достала не буду его сейчас так как не написали сколько можно хлеб лапать и хрустеть мучить я не мучаю я любуюсь и наслаждаюсь этим хрустом в общем голова у меня сегодня болит разрывается но я хочу чтобы эти 24 часа были вот именно без всяких таблеток чтобы я ничего больше другого не принимала чем я по-быстрому сгоняла за таблетками которые мне выписал врач так сейчас я вот так вам покажу я думаю я думаю вы увидели все теперь поедем домой домой приехала смотрите показываю вам вот такого зайчика я еще купила в тэдди и вот такой фонарик он заряжается но как отсюда от солнца солнечная батарея и вечером он будет здесь хорошо светиться но сейчас я его конечно поставлю на солнышко чтобы он хорошо зарядился а потом когда он будет вечером светиться здесь я вам потом покажу но это уже будет следующем видео на сегодня я буду с вами прощаться всем пока пока и до завтра мои хорошие